всем привет всем здравствуйте рада вас видеть на своем канале сегодня так немножко займу область своего рабочего стола поставила нот потому что в нем есть вопросы которые мне будут необходимы для расклада осмотреть мы с вами будем лето что что принесет нам наше лето что от него ожидать расклад у нас будет на три позиции позиции вы видите я их потом просто уберу от от вину хочу сказать что начиная завтрашнего дня до 1 июня не пропустите пожалуйста анонс в разделе сообщества ссылка на него есть в описании я каждый 1 числа каждого месяца все время провожу разные акции и в этот раз будет не исключение поэтому не пропустите анонс я не буду говорить что я буду там предлагать вот но кому это необходимо будет и кому будет интересно думаю интересно вот не пропустите завтра ну а я пожелаю вам заранее прекрасного хорошего лета вот сегодня в тему расклада одела желтую такое футболку да как солнышко буду вам светить и так надеюсь вы определились с позициями и мы мы приступим позиция номер один видно 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 но в любом случае будут тайм коды я уберу это я вот сюда поставлю да вот это вот первая позиция итак смотрим первый вопрос общая энергия лета какая будет прекрасная прекрасная выпал аркан ясновидения это один из духовных скорее всего самый такой пиковый аркан духовности в конкретной колоде с которой я работаю он говорит про яснознание про процветание про наполненность божественность интуиция все самое прекрасное да то есть все самое прекрасное в контексте развития души будет происходить именно в этот месяц но в этот период до за период лета но давайте посмотрим уточним какая будет общая энергия лета ну девятка пиндакли девятка пиндакли краски подтверждает тушь сосудов который говорит о том что человек будет найти хочет сказать на коне то есть человек будет ощущать некую наполненность самодостаточность будет то чувство когда мне всего хватает да то есть я такое ощущение как будто бы человек расцвел вот расцвел благоухает и наслаждается жизнью сказала благоухает и пошли ароматы ароматы роз что-то такое вы знаете приятное приятно весь настрой на лето он у вас будет хорошим здесь и финансовая сторона вопроса потянется мы конечно же позже посмотрим отдельно по сферам но ваше психологическое состояние будет больше наслаждаться я не могу сказать что вот вы прям как-то закроетесь уединитесь но и в то же время не будет какой-то такой экстравертности да то есть вот здесь как будто бы человек находится на единием самим собой с природой он наслаждается тем что его окружают то есть по крайней мере коммуникация и люди как таковые не являются для него приоритетом приоритетом является отца и любовь вот туз сосудов тоже говорит про про духовность но как источник как источник божественного света вот именно любовь здесь летом вас будет переполнять любовь и а мы опять же таки посмотрим это будет касаться любви в общем ну то есть вашего такого настроения либо это что-то какие-то перемены будет ожидать вас непосредственно в личной жизни но общий такой настрой он будет достаточно приятный он будет парные то есть вы будете доброжелательны вы будете открыты вы будете взаимодействовать с людьми будет присутствовать взаимность щедрость то есть все приятные такие моменты когда знаете они будут исходить скорее всего из вашего внутреннего настроя на то что мне хорошо собой да то есть это тот человек который чувствует внутри себя любовь спокойствие гармонию и он это излучает и как следствие пространство подстраиваться под него поэтому общий настрой общий а общая энергия не настрой а общая энергия лета она вы достаточно позитивная она будет теплая приятно и позитивно ваш настрой то есть вы будете в каком настрое находиться лето будет для вас хорошее ваш настрой шестерка мечей желание дальше двигаться вперед знаете желанием перемен желание перемен в каком контексте здесь будет такое знаете чувство вот а наполненности и как это описать знаете когда человек выздоровел после болезни и у него есть прилив сил он чувствует себя настолько хорошо ему настолько приятным что вот он готов покорять новые вершины вот здесь будет нечто такое то есть человек который отказывается как-то от своего прошлого не знаю может быть раньше допустим ваш склад ума он был немножечко нейтральный либо пессимистичный как-то знаете вот плыли по течению а сейчас как-то вот почувствуете что хочу что-то хочу что-то и я понимаю что для того чтобы это получить я должна приложить какие-то усилия для того чтобы это получить и у меня есть на это силы у меня есть ресурсы то есть здесь нет уже вот этого найти а в контексте мне чего-то там не достает и я кого-то там жду на что-то брать нет здесь человек который знаете понял что открыты все горизонты и в пространстве есть абсолютно все что ему необходимо достаточно только протянуть руку да то есть все есть иди возьми и здесь будет вот этот вот настрой того что я хочу пойти это взять то есть мне мне это надо надо знаете как здесь зрелость присутствует и человек как будто бы понимает что вы допустим раньше если у вас чего-то не было в жизни да то причиной являлись вы почему потому что где-то в чем-то себя ограничивали где-то ущемляли где-то были какие-то убеждения которые говорили что тебе это не нужно здесь перестройка вашего мыслительного процесса произошла да то есть какие-то убеждения в прошлом вы оставили и отсюда появляется вот это вот желание и вы себе говорить а почему бы и нет то есть вам что-то предлагает а раньше возможно бы отказались там из-за скромности не знаю из-за каких-то своих личных качеств а сейчас вы как будто бы говорите о том что я хочу да здесь энергия такая я хочу пойти в это новое я хочу это попробовать принципе я ничего не теряю то есть вот здесь какой-то общий такой посыл вот я ничего не теряю я больше потеряю если я это не буду делать и вот это вот для вас новая да то есть раньше вы возможно что-то там бы обдумывали как-то вот много думали мало действовали а сейчас вы говорите 2 я попробую я это сделаю а потом вот в процессе разберусь надо но мне или нет то есть больше позитива больше желания и больше легкости здесь есть легкость контексте не обремененности собственными какими-то рамками не обремененность собственными какими-то взглядами то есть вот здесь больше больше действия больше движения появилось вот вот это вот я вижу ваш настрой да я сказал вот аркан смерти и окан колеса фортуны вы как будто вы знаете больше почувствуете удачу какую-то но это будет вот ваш внутренний настрой на лето да что иногда люди бывают два состояния одно состоянии когда мы что-то предчувствуем и она случается а другое состояние опять же таки в контексте колеса фортуны о том что я это хочу и у меня это будет и а и это случается то есть они вроде бы похоже да то есть с одной стороны есть какое-то предчувствие и этот случается а с большой стороны я это хочу то есть вот как будто бы ответственность в первом случае некая такая пассивность, что я не прикладываю ни к чему свою руку, но вот это вот все-таки случается, а с другой стороны вот присутствует, вот случается по причине того, что я этого хочу, то есть здесь присутствует некая такая активность, так вот ваш настрой на это лето как раз-таки в контексте активности, не пассивности, что ну да, я не знаю, я выскажу какое-то намерение, либо я там представлю, и это со мной случится, нет, здесь желание, у меня такая картинка пошла, адаптируется голос, и вы скорее всего адаптируетесь, что просто ролик один видела в тиктоке, и здесь вот он как раз-таки вместе мне эту картинку показывали, о том, что пока ты молодой, да, тебе там, я не знаю, лет 20-25, тебе нравятся тусовки, тебе нравится яркая жизнь, и когда речь заходит о деревне, мы говорим о деревне, одиночество, там я не знаю, что там еще в ролике было, алкоголизм, ну то есть люди бухают, а когда тебе уже там, я не знаю, за 40, условно говоря, да, то ты говоришь все же самые слова, но уже с восхищением, о, наконец-таки деревня, о, наконец-таки тишина, да еще и выпить можно, ну то есть вот подход меняется, здесь примерно то же самое, то есть раньше, почему я сказала против временем, потому что здесь такое ощущение, что раньше, когда вам говорили там, я не знаю, покопаться, например, в огороде, цветочки там посадить, что-то работа взаимодействия с землей, вас это как-то напрягало, потому что мне здесь показывают человека, который говорит о том, что, я не знаю, ну вот грязь под ногти залезет еще, там я не знаю, я испачкаюсь, было как-то, знаете, не то чтобы высокомерно, а это было чуждо, это не было вашим, а сейчас мне показывают, что вот ваш настрой на лето, он будет как раз-таки вот именно желание покопаться в земле, желание что-то посадить, что-то сделать, то есть вот этот образ, он, для чего я вам его говорю, для того, чтобы показать, насколько изменился ваш настрой, вот здесь об этом, то есть уже то, что ранее для вас казалось неприемлемым каким-то, ну странным, то сейчас уже вот вам это будет нравиться. Так, на что нужно будет обратить свое внимание этим летом, на какие-то новые идеи, вообще у кого есть дети, на детей, на какое-то вот вдохновение, какие-то идеи здесь будут приходить, либо какие-то предложения, связанные с расслаблением, связанные с удовольствием, с наслаждением, да, то есть на это обратите внимание. Еще на что нужно будет обратить внимание, на какой-то выбор, который представится вам. Представится вам выбор ощутить себя целостной как-то внутри. Что-то я как-то сказала, не совсем понятно. Здесь просто Паш Сосудов, он говорит о том, что человек погружается вглубь себя с одной целью, для того, чтобы познать, познать вот эти вот свои глубины. И благодаря познанию он входит в состояние именно девятки педаклей, да, когда я принимаю себя, когда я ощущаю себя целостным. Но здесь не, в данном случае, не в контексте какого-то самоанализа, да, самокопания, нет. А здесь как будто бы предлагается шанс увидеть вот эту вот самодостаточность, то есть насколько вы уже самодостаточны, насколько вы психологически зрелы, насколько вы уже целостные. А почему здесь этот выбор предлагается вам? Потому что вам важно узнать, скорее всего, это будет иметь какое-то отношение к партнерству, партнерству, да, либо к личной жизни, либо к дружбе, либо как-то вот взаимодействие с людьми. Говорит о том, что какие-то моменты в вашей жизни, они исцелились. Вот, в принципе, все, что я и ощущаю, говорила до этого, да, то есть вы как-то изменились внутри себя. И здесь рыцарь сосудов говорит о коммуникации, о доброжелательности. То есть вот ваша внешняя составляющая, она изменится, потому что вы внутри себя исцелили какие-то раны. И вот вам предлагается увидеть именно, то есть выбор связан с этим, увидеть именно вот эту вот реальность, да, то есть насколько вы поменялись, но для этого вот как-то надо внутрь погрузиться, не в контексте углубления, а ощутить себя изнутри, насколько вы изменились, насколько вы стали другим человеком, качественно другим человеком, намного лучше, в лучшую сторону изменились. И увидеть, что из-за того, что вы изменились, вот какие-то черты вашего характера изменились, сценарии исцелились, сердце свое, возможно, исцелили. Благодаря этому ваша реальность, она подстраивается под те изменения, которые у вас произошли. И что-то здесь хорошее будет. И это хорошее, оно вливается в коммуникацию, в общение по-новому. Либо какие-то новые люди придут, либо здесь какая-то коммуникация по-новому у меня идет. Вот на это новое надо обратить внимание. Почему? Потому что надо выбирать это. То есть здесь, скорее всего, не то чтобы причина будет в сомнениях, вам показывают, открываются какие-то горизонты, и ваша задача не упустить этот шанс, схватиться за него, да, и использовать. Дальше идем. Какие позитивные моменты вас порадуют этим летом? Аркан мира. Ну, смотрите, здесь возможно какое-то путешествие, да. Путешествие, объединение, соединение с кем-то. Я не знаю, может быть переезд. У нас здесь колесо фортуны выпадало, да. Причем переезд в местность, либо... Которая далеко от вас, да. То есть это может быть другой город, либо какая-то, вот я не знаю, другая часть мира, либо... Здесь какое-то такое пространство открытое должно быть, да. Открытое. Я не могу сказать, что вот... Я, знаете, это вот как на море, да, открытый горизонт. Либо это какая-то вот поляна, но с открытым горизонтом. То есть нету... Здесь нету многоэтажек. То есть нету каких-то зданий, которые мне закрывают пространство. Что еще может вас порадовать? Какие-то новые начинания. Вот летом вы делаете новые начинания, да. Но это новые начинания, они с какой-то уверенностью. То есть есть некая такая последовательность, в которую вы хотите войти. То есть некий такой... Здесь не то, чтобы планы вы прописываете, но вы понимаете, что то направление, в котором идете, оно верное. И вы совершаете абсолютно верные шаги. Здесь об этом идет речь. Также позитивные моменты – это мир в вашей душе. Это очень важно, да. И двойка купов у нас выпадала, говорила про баланс внутренний. И тушь сосуда с самого начала говорил. То есть самое позитивное – это ваше внутреннее состояние. Не будет уже борьбы, не будет вот, знаете, желания кому-то что-то доказать, либо внутри себя чего-то, ну, непринятие чего-либо, да. То есть здесь вот, я не знаю, достаточно хорошие какие-то моменты должны произойти. Ну и, конечно же, встреча. Встреча – очень много подсказок будет вам на данный момент. Что еще позитивного может произойти? Ну, какие-то мысли. Мысли новые, связанные с чем? Связанные с десяткой кубков. Это может быть для кого-то семья. Вот я все равно вижу акцент как-то на личные отношения. Либо мысли о том, не знаю, о своем каком-то наслаждении, о пиковом состоянии удовольствия, удачи, счастья, наполненности. Когда вот вам хорошо. Либо вы это как-то будете планировать, насколько, я не знаю, насколько можно спланировать счастье, а либо мысли о том, как я могу войти в это состояние. Но у меня здесь такое чувство, что вы уже уверены в этом, что это будет. То есть, не знаю, если это мысли, то, скорее всего, может быть, это мысли о создании семьи именно по любви. Когда вы находите вот человека по любви. Либо если вы уже в семье, в браке, то мысли о сознании, понимании, насколько вы счастливы в этом браке. То есть, вот здесь эмоциональная составляющая. Вот прям летом играет очень важную роль. Хорошо. Что может вас огорчить? Что может вас огорчить летом? Двойка мечей. Мыслительные какие-то процессы, да, то есть мысли. Возможно, вы... Возможно, вы не будете знать, как... Здесь затронута тема профессиональной сферы. Как вот взаимодействовать с клиентами, что ли? Либо как взаимодействовать с коллегами на работе. То есть, здесь какой-то момент профессиональной сферы, он вызывает у вас какие-то сомнения. По поводу того, как выровнять, что ли, вот именно баланс между брать и отдавать, да. То есть, если вы, например, работаете на себя, как выровнять так, чтобы этот баланс, чтобы вы столько, сколько вкладываетесь, столько же, чтобы вы и получали. А почему? Откуда здесь такие сомнения? Ну, потому что будут идти какие-то перемены, да, завершения, завершения чего? И начала. То есть, возможно, к вам придут какие-то новые идеи. Новые идеи. Возможно, придет для кого-то вдохновение. И вы будете думать, не знаю, как вариант, как это преподнести людям, либо как эту услугу создать, да, то есть, либо какой отклик эта услуга будет иметь. Это один вариант. А второй вариант, как-то вот ваша личная жизнь, по королю кубков, она будет иметь какой-то отклик на вашу профессиональную жизнь. Не знаю, может быть, влюбитесь. Может быть, если, еще раз скажу, если вы в отношениях в любви, вот как-то вот больше акцент, приоритет будет на эмоциональную составляющую. И вот как будто бы профессиональная сфера, она уйдет на второй план. И вы будете думать о том, как вот соединить, сбалансировать, да, вот эти вот две сферы, чтобы они были гармоничны. Либо, если, еще раз повторюсь, скажу, если это не касается личной жизни, то как какую-то новую услугу внедрить в профессиональную сферу, то есть как ее создать. Да, здесь будет поиск ответов, да, будет выбор. Нужно будет выбрать. С одной стороны, понимаете, вам это будет нравиться, лично вас это будет вдохновлять, услуга, но вы не будете знать, какой отклик она будет иметь финансово, ну, то есть по стране, то есть она будет продаваться или нет, да, то есть здесь много непонятных моментов. Я не знаю, что это за услуга. То есть вам лично она будет нравиться 100%. Возможно, она настолько нова будет для людей, что они не будут понимать, да, с вашей точки зрения, нужна она им или нет, да, потому что здесь выпадает и аркан выбора, то есть определение именно на эмоциональном фоне. То есть здесь эмоции, они будут зашкаливать. Плюс ко всему, вот отсутствует некий такой рационализм, потому что дьявол, он каким-то образом включает вот обманчивость, да, то есть непонимание, не будет ясности, четкости, и это вас будет напрягать, потому что будет некая дилемма. Вам это будет нравиться, но вы не совсем уверены, что это вот как будто бы нравится другим людям, и за это можно будет получать деньги. А как на самом деле? На самом деле... На самом деле здесь вам нужно будет решиться. Решиться на это, потому что задумка, она вроде бы хорошая, но вот почему-то не хватает какой-то храбрости, не хватает какой-то решительности. Если это все же не касается задумки, но в любом случае это касается профессиональной сферы, то есть есть такое ощущение, что что-то, еще раз скажу, для тех, кто ищет отношения, либо для тех, кто состоит в отношениях, но не в браке, какие-то перемены, даже если это в браке, какие-то перемены идут в вашу жизнь. Хорошие, позитивные, двойка кубков выпадает второй раз. Здесь присутствует любой. Выпадает император, выпадает король Жезов. То есть здесь в личной жизни уже идут какие-то серьезные перемены. И вот для кого-то из вас они будут затмевать вашу профессиональную сферу. А для кого-то вот здесь вопрос именно непосредственно в самой услуге будет. Что это за услуга? Луна не совсем понятная, но, знаете, даже не совсем понятная для людей. Я не знаю, может быть, это вот какая-то работа с бессознательным. И, возможно, люди не совсем четко будут понимать, насколько взаимодействие на ваше сознание через бессознательное может принести перемены. То есть здесь, скорее всего, какая-то услуга, которая не дает сразу конкретные изменения. То есть здесь не оцифрованная какая-то услуга, которую вот можно сразу взять результат и увидеть. Здесь, скорее всего, какой-то результат, возможно, будет на перспективу. Либо здесь каким-то образом это связано с бессознательным, с интуицией очень ярко. Здесь воздействие прямое, а результат, он как будто бы у кого-то может быть и сразу, а у кого-то со временем будет. И как будто бы люди не совсем понимают, зачем. То есть есть такая категория, знаете, услуг, которая подходит достаточно осознанным людям. Одна из таких, например, это коучинг, да, когда коуч встречается с коучей и при помощи конкретных вопросов помогает своему коуче, то есть клиенту, ответить самостоятельно на свои же собственные вопросы. То есть он не дает советы, а он помогает пройти этот путь через задавание вопросов. Клиент отвечает, коучи отвечают на вопросы, которые ему задает коуч, и как следствие он получает результат. Но здесь, почему эти услуги подходят, сделают такое исключение, осознанным людям, потому что общая масса людей, она привыкла получать готовые результаты, да, в принципе, как и второе такое, тоже бывает. Люди не любят думать, да, им нам готовое решение. Но есть какие-то услуги, когда надо самому потрудиться. И не потому, что человек, который дает эту услугу, он не хочет помочь, а потому что важность помощи заключается в самостоятельной работе. То есть это, знаете, как наставничество, да, то есть наставник, по сути, он как-то вот за клиенту ничего не делает. И либо там за ученика, он ничего не делает. И прогресс непосредственно ученика, он в большей степени, процентов на 80, зависит от самого ученика. То есть если ученик не учится, не читает, не совершает какие-то действия, которые ему рекомендуются, конечно же, он не получает результат. Вот здесь об этом идет речь. То есть здесь, поэтому какая-то услуга, но она будет связана именно тоже с состоянием, понимаете? То есть Луна, она показывает, помимо какой-то туманности, да, здесь выпал король сосудов, он как раз-таки говорит о прямолинейности и про интуицию. Луна тоже говорит про интуицию. То есть это, возможно, опять же-таки, одна из таких услуг, это, например, регрессивный гипноз. Многие, ну, не понимая, зачем, допустим, мне возвращаться в прошлое, мне бы вот в нынешнем состоянии разобраться, еще там смотреть прошлые жизни, зачем мне это нужно. Если кто-то идет, то идет чисто из любопытства. Не все осознают, насколько, какую пользу они могут получить. Вот здесь что-то такое, работа с сознанием, работа с родом, с матерью, вот что-то такое. и вот ваша проблема будет заключаться в том, что я не совсем понимаю, как предложить услуга хорошая, потому что она придет через некое такое, знаете, вдохновение свыше. Это не будет путь логического какого-то принятия решения, да, причину следствия, а это вот бывает такое вдохновение, да, во сне что-то увидел, либо там, я не знаю, какая-то идея, но однозначно она через вдохновение. У меня греческие слова, слово просто греческое пошло, которое несет в себе слово дух, да, духом было передано, не знаю, как написание, например, какой-то сказки, да, вот сказкотерапия, и сложно, там, я не знаю, либо отрисовка метафорических карт каких-то, и сложно объяснить ее результат, но польза однозначно есть, то есть здесь уровень клиента должен быть достаточно высокий. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот эти вот моменты вас порадуют, ну и любовь, конечно же. что вас может раз, два, три, четыре, пять. А, нет, это мы смотрели, что вас может огорчить, да, чего вам нужно будет извигать? интересный такой момент, знаете, нужно будет избегать каких-то новых начинаний, но что это за начинание? Это начинание как-то связанное, как раз таки то, о чем я говорила, да, какой-то инсайд, который человек получает, и на его основе идет принятие какого-то решения. Интересный момент, я не совсем понимаю, почему, а почему это надо избегать? А, потому что это привнесет разрушение в вашу, в вашу гармонию, в вашу баланс, в вашу дружбу. Здесь вообще удивительно, шестерка сосуда в этой колоде говорит о том, что человек входит в какой-то экстаз, и он сливается со своим высшим Я, то есть это пик такого состояния, когда у человека происходит некое прозрение, да, и он четко, ясно видит смыслы, он четко, ясно видит всю картинку целиком. И вот после этого состояния, здесь как будто бы у нас, значит, выходит шут и туз мечей. Происходит какое-то обнуление, которое приводит к тому, что нужно будет что-то отрезать, что-то вскрыть, то есть что-то поменять. И вот эти вот перемены, они, почему их нужно избегать? Потому что они будут какие-то вот внезапные. И это может разрушить либо ваше отношение, либо ваше партнерство, либо вашу любовь. То есть я не знаю, что такое может произойти внезапное, то есть вот какое-то озарение, которое повлияет именно на двойку кубков. Оно разрушит новое начало. Я не знаю, что это. Вот когда с вами случится, вы мне это напишите. Но здесь очень так интересно, знаете, как будто бы, не знаю, жил человек нормальной жизни, вдруг его как-то вот что-то там озарило, осенило, просветлился, хочется сказать, человек, да, и потом ту свою налаженную жизнь, которая вот у него шла, и он прекрасно ее выстраивал, он вдруг отказывается и идет абсолютно другим путем. И вот этого вот как будто бы делать не надо. Хотя кажется, что, к примеру, там, я не знаю, человек был нерелигиозный, и вдруг что-то у него-то произошло, и он решил, что вот теперь я, не знаю, выбираю вот эту вот конфессию, да, либо выбираю это направление, и он становится не то чтобы фанатиком, но вот его прям туда несет. И он отказывается от той жизни, к которой привык. А возможно, у него в жизни там, я не знаю, была семья, дети, ну, и за ними надо было как-то ухаживать, а тут человек понимает, что он как-то отрекается от прошлой, вот от жизни, до которой его хорошо ушла, ради какого-то вот своего просветления, выбирая какой-то вот иной путь, да, вот то, что мы говорим, все, ухожу в монастырь. Не потому что это прихоть, а вот что-то произошло в жизни человека, и здесь говорится о том, что этого делать не нужно. Опять же таки, почему объясню, не потому что, давно у меня нос не чесался в раскладах, не потому что этот выбор, это тоже ваш выбор, и вы имеете, условно говоря, на него право, но он какой-то, понимаете, этот путь, он духовный, он слишком духовный, он нематериальный, и чтобы по нему пройти, вот уж я не случайно сказала, иду в монастырь, да, там, я не знаю, как становится там, попом, либо кем там становится, отрекаясь от всего земного. Велика вероятность, что да, если человек так поступает, по велению своей души, окей, это нормально, но у меня такое ощущение, что ему все равно придется в следующем воплощении вернуться, и как будто бы закончить вот эту свою земную, мирскую жизнь, которую он оставил, которую он не закончил, вот здесь что-то в таком роде идет, то есть это не в плане того, что это плохо, а это в плане, что это кардинально как-то поменяет вашу жизнь, и тоже такой, знаете, вариант, в некоторой степени искушение, ваше право выбирать, что вы хотите, но вот у меня по энергии идет, что это хороший выбор, это не то, что он плохой, это хороший выбор, но то, что вы проживаете сейчас, вам все равно придется это прожить, то есть это получается, что и тот выбор, и который вы сейчас какое-то дело не закончили, это очень много наложится на вас, либо сейчас еще не время, ну то есть, не знаю, вот не надо туда, но вам решать, хорошо, к чему вам нужно стремиться, к победам, к дальнейшему движению, к дальнейшему движению, для того, чтобы, знаете, исцелить себя, есть еще что-то, видимо, что не исцелено, для того, чтобы продолжать разрушать свои какие-то сценарии, проходить проверки, которые вам даются, то есть они здесь не завершены, для чего, для того, чтобы, как-то, здесь у вас идет разочарование, связанное с семьей, семейной жизнью, ну то есть в семью у нас ходят родственники, там, я не знаю, дяди, тети, дети, чтобы вы не разочаровались, то есть в семейных каких-то узах, почему, потому что ваше разочарование, оно связано с вашими шаблонами, здесь говорится о том, что вот эти вот шаблоны надо разрушать, для того, чтобы наладились семейные какие-то отношения, либо в семье, то есть вот уже личная жизнь здесь фонит, но давайте я коротко посмотрю по сферам, потому что уже расклад вышел большой, значит, что вас будет ждать в личной жизни, я не буду смотреть там, свободно, не свободно, но потому что уже много времени, в общем, да, личная жизнь, личная жизнь, ну, личная жизнь по двойке сосудов говорит о том, что вы встанете перед выбором касательно чего-то нового в своей жизни, идти, не идти, да, здесь будут проработки, в личной жизни у вас будут проработки прошлого, если вы в семье, значит, в вашей семейной жизни, если вы ищете отношения, значит, опять же таки, это связано с прошлыми какими-то неудачными отношениями, если вы в отношениях пересматриваете какое-то свое прошлое, то здесь общее такое направление очищение, очищение, что будет с финансами, с финансами не очень хорошо, с финансами вам придется потрудиться, очень многое изменить, изменить своей жизнью, потому что с финансами здесь тоже какая-то беда, и нету какого-то развития с финансами, здесь маг, он должен прикладывать очень много усилий для того, чтобы решить эту задачу, но, опять же таки, да, здесь очищение, очищение идет, как подсказка, скажу, в контексте того, что вы не готовы как-то принимать большую сумму денег, не потому, что она к вам идет, потому, что она уже есть в вашем пространстве, но вот эти вот ваши шаблоны, они не дают вам получить по императрице те деньги, которые вам необходимы, да, то есть, есть здесь ограничения, и эти ограничения, они связаны либо с чувством вины, либо с какой-то вот жалостью, сочувствием по отношению к самому себе, то есть, в этом направлении надо копать. В профессиональной сфере тоже тройка мечей, борьба, конкуренция, трудности. Здесь, смотрите, здесь по всем сферам, да, не развитие твой капендакли, что такое, нос-то чешется и чешется. Здесь по всем сферам что идет? Идет то, что вы проходите этап очищения, очищения от своей прошлой жизни. Каким образом? Это не то, что жизнь сама по себе берет и аннулируется, нет, это вы начинаете понимать себя лучше, вы понимаете, где корень, причина внутри вас, в чем заключается, меняете это, и как следствие, знаете, человек, который понимает, где он ошибался и как, у него приходит ясность, эта ясность, она дает ему, помогает обрести состояние принятия, и когда он это принимает, то, как следствие, меняется его характер и меняется его жизнь, и он получает то, что ему необходимо, то есть пока ты не разрешишь самому себе иметь то, что необходимо, в твоей жизни придет, но для того, чтобы разрешить, надо понять, что же ограничивает, что не принимает, и вот здесь вот по всем сферам идет одно и то же, то есть идет некое такое очищение, поэтому лето, оно у вас и будет эмоционально наполнено в позитивном ключе по причине того, что я сказала в самом начале, идет какое-то исцеление, оздоровление, и оно способствует тому, чтобы все ваши сферы изменились в лучшую жизнь, то есть это произойдет. Такая у меня была первая позиция, огроменная, остальные будут меня ругать. Так, голубой, красный, двоечки, двоечки, всегда на двойку у нас выпадает маленькая какая-то позиция, но что поделать, я не знаю, видимо, все говорю в первой, а потом в остальных как-то не так много, но двойки всегда по времени меньше всего. Ладно, так, ваша общая энергия лета. Так, двойка, меч, двойка, 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 туз мечей, фу, все карты сказала, паш мечей. Так, общая энергия лета, движение, движение, дороги, планирование, не знаю, какое-то движение, перемены, перемены, прорыв, с чем это связано, с вашими какими-то желаниями, да, аркан звезды, выпал целями какими-то, то есть, лето, оно у вас будет в движении находиться, либо вы будете очень активно планировать что-то, ну, я знаю, это в том числе и отпуск может быть, либо здесь куда-то поехать, что-то сделать, то есть, будет присутствовать какая-то движуха, встречи, поездки, причем поездки далекие, не близкие, встречи с людьми, которых не видели, возможно, долгое время, но все это будет приносить какое-то удовольствие, здесь очень много будет душевных бесед, вам будет казаться, что люди, с которыми вы встречаетесь, они вот прям похожи на вас, какие-то, как мы говорим, единомышленники, здесь не единомышленники, не в плане мышления, а в плане энергии, в плане состояния, ощущения, как вы себя будете ощущать, вам будет казаться, что вот этот человек, он меня понимает, вот это вот ключевое, и потому что он понимает, вы прям расслабляетесь, вас вдохновляет, здесь такое чувство, знаете, легкое чувство влюбленности, что вот мне нравится, туда, куда я иду, либо предложения, которые будут, они будут вас наполнять, здесь очень много передвижений, очень много, ваш настрой на лето, конкретный, четкий, понятный, аркан силы тоже выпадает, у вас будет и силы, и силы, причем силы и желание выйти из каких-то заслой, то есть здесь вы прям так решительно будете настроены на то, что то, что меня раньше связывало и не давало двигаться, да, это должно прийти к концу, завершения, то есть вы найдете какой-то способ вырваться из того, что вас связывает, того, что вас связывает, того, что вас ограничивает, то есть это могут быть даже и страхи, но вот ваш настрой такой, знаете, воин, не воинственный, а именно воин, человек, который, воин, спортсмен, который ориентирован на победу, ориентирован на получение достижения того, что он хочет, прям вот очень хороший такой настрой, причем энергии здесь все мужские, даже если вы, вот, например, женщина, здесь не то, что вы будете поступать как мужчина, а вот настолько вы будете ощущать себя собранной, настолько вы будете себя ощущать конкретной, что вам это понравится, то есть это не совсем свойство женское, но вам это будет нравиться, вы впервые почувствуете, насколько это классно, когда я вот конкретная и понятная, в том числе себе и другим людям, то есть я не такая вот эмоциональная, сегодня хочу, завтра не хочу, а здесь вот именно собранность такая присутствует, концентрация и собранность, и вы поймете, что вот на таких энергиях проще получать, достигать того результата, который вы хотите, который вам необходим, он как будто бы придает вам силу, да, здесь очень много силы, здесь очень много энергии будет, вы будете достаточно позитивно настроены, знаете, вижу цель, не вижу преград, вот это вот настрой вашего лета, на что вам нужно обратить особое внимание, точно, сори, семерка педатли, на то, что вы долгое время вкладываетесь, для того, чтобы получить что-то, а вкладываетесь вы, что же такое, пятерку, прошу прощения, вкладываетесь вы в пятерку педатли, в какой-то кризисный момент, который вам нужно будет пройти, он будет связан либо с финансами, либо с утратой чего-то, но эта утрата, она будет связана с тем, что вы пересмотрели как-то свои ценности, здесь у меня такое ощущение, что вас лишают того, что для вас ценно, но по факту, когда пройдет время, вы поймете, что так нужно было, да, и это хорошо, и это здорово на самом деле, потому что вы сами, вы бы никак не отказались от этого, то есть у вас как будто бы забирают, что-то негативное, но вы пока, к сожалению, так не видите, не смотрите, на что нужно обратить внимание, на подсказки, вот двойкам всегда подсказки какие-то идут, подсказки свыше, что здесь за подсказки, по поводу того, что вы выбираете, по поводу ваших мыслей, то есть здесь нужно обратить внимание на то, как вы мыслите, потому что ваши мысли, они должны быть, и побуждение, они должны быть чистыми намерениями, с чистыми, вы должны смотреть на все с открытыми глазами, не надо ничего придумывать, здесь вот вы по справедливости будете получать то, что вам нужно, здесь как будто бы, знаете, подсказка о том, что обращайте внимание на свои мысли, особенно когда вы в чем-то сомневаетесь, либо не можете сделать первый шаг, почему? Потому что ваше состояние, оно каким-то образом приумножается во внешнем мире, и поэтому здесь как надо отсекать изначально любые сомнения. Знаете, это такое очень классное выражение, которое в свое время мне помогло, оно, когда я не могла определиться, и мне его озвучили, оно гласит следующим образом, то есть сомневаешься, не делай. Сделай, не сомневайся. То есть вот здесь вот примерно о том же, то есть если в чем-то сомневаетесь, лучше откажитесь от этого. Но если вы уже приняли решение, то откажитесь от сомнений. Вот об этом, то есть здесь обратите внимание на свои мысли, потому что вы как-то своими мыслями порождаете ту справедливость вселенскую по отношению к самому себе. И вот это вот, знаете, здесь неуверенность, а надо, а не надо, а заслужила, я не заслужила. То есть вот эти вот моменты здесь надо, надо отрезать. То есть вам здесь показывают урок, который вы проходите. Урок дефицита, того, чего вам не достает. На самом деле у вас все есть. Внутри вас все есть. Но из всей вот этой вот гаммы, изобилия, вы выбираете ту часть дефицита, ту часть, которой вам чего-то не хватает, что-то не достает. Где-то какая-то вот бессмысленная работа, да, сизы в труд. Вот для вас это, ваша какая-то оценка. Здесь вам говорится о том, что нужно это обратить внимание и отрезать такие мысли. Здесь вы недооцениваете себя, либо наоборот как-то обесцениваете, обесцениваете свой труд, то, во что вы вкладываетесь. Здесь вы очень близки к получению своего результата, но в какой-то момент отказываетесь. Не знаю. Ладно. Какие позитивные моменты вас порадуют? Аркан умеренности. Знаете, какое-то такое спокойствие, позитивные моменты. Песни какие-то. Песни такие спокойные. Не знаю почему. Какие позитивные моменты вас порадуют? Вот какое-то внутреннее успокоение. Может быть, с кем-то помиритесь? А может быть, это ваше внутреннее примирение с самим собой. Вот это вас порадует. Здесь не то, чтобы будет какая-то наполненность любовью. Нет. А здесь будет спокойствие. Знаете, это когда летом, вот именно в обед, когда очень-очень жарко. И нет желания как-то вот что-то делать. И люди после обеда их как-то, знаете, разомлели и хотят лечь. Вот лечь, отдохнуть. Не то, чтобы поспать. Здесь нет усталости. А вот как-то, знаете, как-то расслабиться. Ну вот после еды. Обычно такое бывает, когда человек съедает больше, чем ему нужно. Плюс еще и физическая усталость, жара на улице. И вот в обед, как правило, бывает такая, знаете, тишина. Где-то там с трех до четырех. А потом уже шум. Ну, по крайней мере, у нас в Греции не знаю. И вот здесь какое-то такое обеденное время, когда человек находится в таком расслабленном состоянии. Ему так хорошо, знаете, как это мы говорим обычно, состояние тюленя. Я лежу, я на всех забил, мне так хорошо, оставьте меня в покое, я ничего не хочу. Вот вас порадуют вот такие какие-то моменты, когда вы сможете насладиться. Когда, знаете, вот хорошо, нету борьбы, ни с кем не воюете, никому не сопротивляетесь, все довольны. Как говорится, муж поел, дети спят, и кошка лежит сметану. И птички перестали пить, потому что, пить, говорю, петь, потому что уснули. Вот здесь какое-то такое хорошее состояние, оно вас порадует. Вот такие вот моменты, они будут вас радовать, когда вы будете спокойны. Вот. Ну и плюс ко всему выздоровление, завершение чего-то у кого-то здесь будет. То есть встреча может быть с кем-то, объединение, то, что я говорила в самом начале, это тоже будет радовать, по душе вам будет. Что может вас огорчить? Что может вас огорчить? Ну, может огорчить вашу тонкую душевную организацию. Мне кажется, что вы сами как-то можете огорчиться. Огорчиться как-то своими мыслями, фантазиями. Ну, вот вы, да, вот то, что здесь в принципе и говорилось, на что нужно обращать внимание, на свои мысли. Вы сами себя как-то огорчаете. В контексте, знаете, чего? Что, ой, как-то трудности на моем пути, какая-то стрессовая ситуация, что-то не складывается в моей жизни, там, я не знаю, туда ли я иду, что-то мало денег мне, я не знаю, как реализовать свои мечты. Вот, вот такие вот моменты, они будут вас огорчать. Почему? Потому что, ну, гнетут вас эти мысли. Я не знаю, для чего вы включаетесь в них, да, притягиваете их к себе, но имейте в виду, что ваши собственные мысли по поводу каких-то неудач, они будут вас огорчать. Не то, что эти неудачи есть, а какие-то предполагаемые моменты, да, не знаю, как, вот, бывают люди, когда ностальгируют, о чем-то вспоминают, и вот здесь такое ощущение, что вот вы вспоминаете, как будто бы грустите о чем-то негативном, но эта грусть, она не просто так приходит, да, то есть вы своим вниманием выбираете на нее обратить внимание масло масляное, то есть вот здесь вот об этом, не делайте этого, здесь об этом речь идет. Чего вам нужно избегать? Непонятных союзов, непонятных объединений людей из прошлого, избегайте людей из прошлого, не соединяйтесь, не надо с ними встречаться, не надо особенно бизнес, не надо как-то создавать, не надо доверять людям, которые уже ушли из вашей жизни по непонятным причинам, здесь какие-то двойка кубков, она говорит в принципе о парности, о дружбе, о тандеме, но тандем по Луне, по как он называется, лабиринт, не совсем понятный, то есть не надо выстраивать взаимоотношения с людьми, то есть здесь не только дружба, а вообще общение с людьми непонятными, то есть люди непонятно, что хотят в своей жизни, что они хотят от вас, зачем они вообще, то есть такие, знаете, проблематичные, избегайте проблематичных людей, аркан смерти говорит, нужно переродиться, прекратите их притягивать в свою жизнь, то есть не надо сопереживать вот каким-то там больным, каким-то ущербным, я не говорю о том, что вы должны быть жесткими, а я говорю о том, что в вашей жизни на период лета вам эти люди не нужны, они не к добру, поэтому не надо никого жалеть и говорить о том, что вот, бедный, несчастный, там, я не знаю, никчемный, ущербный, вот я хочу как-то помочь, не надо, вот ваша помощь, помогите себе, да, помогите себе, научитесь мыслить позитивно, чтобы не замечать именно вот эту категорию людей, потому что вы их замечаете для чего-то, и даже когда вы включаете своего спасателя, вам этого благо не выходит, вот в чем причина, да, то есть вы свои вибрации еще больше занижаете, не надо вам это делать, по крайней мере летом, не знаю, может другой период и спасайте, если вам так хочется, к чему вам нужно стремиться, к любви, вот, пожалуйста, видите, к тузу кубков, к наполненности, к любви, к добру, к счастью, к удовольствию, к наслаждению, к открытию своих каких-то внутренних талантов, способностей, к пониманию, познанию себя, интересоваться этим, вот, занимайтесь собой, да, тройка кубков, к чему нужно стремиться, к веселью, к веселью, празднику, к краскам, танцам, к одежде красивой, к эстетике, не знаю, есть какой-то праздник летом языческий или нет, я не в курсе, здесь какое-то вот поклонение, если для кого-то это актуально, да, какая-то женская богиня, я не знаю, что это за богиня, но вот, здесь почему-то по какой-то причине она мне показалась, в русском, в славянском язычестве пантеоне есть лето, или как-то, мне в чем-то идет лето, я не знаю, что ли такое, вот, я не сильна в этом пантеоне, но вот здесь какая-то богиня, она, как-то, знаете, богиня праздника, плодородия, там, где-то рождение, урожая, вот, что-то такое, она почему-то, хочется сказать, вас призывает, кто в курсе, напишите мне потом, пожалуйста, в комментариях, да, здесь вот как-то отдать дань земле, отдать, дать земле, как-то поблагодарить, что ли, за урожайность, поблагодарить, потому что дьявол говорит, как-то вот, праздники, веселья, благодарность земле, знаете, еще вот эти вот славянские праздники были, когда девушки водят хороводы, так как-то через огонь перепрыгивают, вот, что-то такое, какой-то такой праздник, я не знаю, что это и откуда мне идет, но, вот, к этому, то есть надо стремиться к этому состоянию, а может быть здесь какие-то в контексте туза кубков, да, какие-то высшие силы, вот я говорю какому-то пантеону, и это пантеон каким-то образом связан с землей, с землей, с плодородием, изобилием, что-то такое, что можно пощупать, вот к этому нужно стремиться, выстроить канал, это высшие силы, которые каким-то образом, это не ангелы, это не, там, я не знаю, не умершие какие-то, а это именно пантеон богинь, даже не богов, это женская, покровительница, покровительница родов, не рода, а родов, ну, рождения детей, акушерка ко мне идет какая-то, вот к этому надо стремиться, почему-то, а почему нужно стремиться к этому, король кубков, здесь, здесь и аркан шута, да, здесь любовь и дети, не знаю, может быть, хочется сказать, кому-то как-то помолиться надо, либо выйти на связь, какую-то, то есть, какая-то вот польза от этого идет, почему вам надо стремиться, потому что, с одной стороны, это как-то вас наполняет эмоционально, в состоянии любви, комфорта, удовольствия, наслаждения, а с другой стороны, здесь есть как-то детские энергии, которые раскрывают, может кто-то хочет из вас забеременеть, прям актуально будет, наверное, ладно, давайте коротко теперь посмотрим по сферам, значит, в общем, без разделения, сферам любви, двойка кубков, прекрасно, любовь, гармония, баланс, мне не нравится, девятка жезлов здесь, вот какие-то возвраты из прошлого, гоните, вот честно, я не люблю такое говорить, но девятка жезлов, пятерка кубков приносят только слезы, огорчения, не надо возвращаться туда, откуда вы ушли, вы же не просто так ушли, помните, почему вы ушли, люди не меняются, меняются только при одном условии, когда это их осознанный выбор, они прикладывают к этому усилию, но, к сожалению, осознанных людей не так много, поэтому, как правило, люди не меняются, поэтому даже если личная жизнь, там, в контексте дружбы, в контексте чего-то такого близкого, родного, то, что вы любили, то, это тот человек, с которым у вас была связь, очень глубокая связь, вот этот человек, как будто бы, появится снова в вашей жизни, как человек, который сожалеет, о чем он тут сожалеет, ну, о том, что он как-то закрывался от вас, и попросит нового начала, решать вам, я с выточкой зрения сказала, не свое, вот по поводу карт, мое-то мнение, кому интересно, карты, что говорят, если все-таки вы в семье, да, я не хотела делать разделение, я понимаю, что люди свободные, если вы в семье, прекрасно, девятка пентаклей, да, 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 аркан умеренности, все хорошо, ровно, как было, мир, прекрасно, не будет никаких ссор, будет полное согласие, будет полное удовлетворение, вы чувствуете себя любимой, вы чувствуете себя нужной, ценной, то есть здесь все хорошо, если вы там в семье, либо вы в семье сказала, давайте посмотрим, если у вас есть отношения, если у вас есть отношения, если у вас есть отношения, у вас будет все хорошо, при условии того, что вы не будете впускать какие-то внешние факторы в свою жизнь, да, что-то новое, договорка по Фрейду, что-то, либо кто-то, Хочет ворваться в вашу жизнь. Не пускайте этого человека. Потому что у вас, в принципе, идет изобилие. Хотя здесь это можно еще, знаете, как трактовать. Как если вы пара, здесь может ворваться беременность. Неожиданная, внезапная. Будьте внимательны. Если она нежеланная, вы не хотите, то вы знаете, как предохраняться. В наше-то время. Потому что здесь такое может быть. Если это желанное, прекрасно, здорово. Я вас поздравляю. Но есть какие-то внешние ситуации, которые могут вмешаться. Какая-то борьба. Какая-то преграда какая-то. Трудность, сложность. Вот имейте в виду. Как можно иметь в виду? Обычно люди говорят, если вооружен, значит, как там продолжение. То может как-то нифига не получится. Когда вот должно случиться, вот именно в этот момент мы все забываем. До этого момента все помним, а в нужное время как будто бы специально все забываем. Но в принципе здесь есть какие-то факторы. Не знаю, может быть какие-то обязательства. Здесь третий фактор. Это не обязательно третий лиц. Я не люблю говорить, что это прямо тройка, и там кто-то вмешивается. Нет. Третий фактор может быть работа. Много работы. И как-то влияет на вашу личную жизнь. Десятка железлов говорит какие-то обязательства. И тут смечей говорит, их надо отрезать. То есть будут какие-то трудности. Много работы может быть. Много, не знаю, какая-то вот загруженность, тяжесть. Вроде бы и отказаться не можешь. Слово дал. Но и в то же время это как-то вот влияет на вашу личную жизнь. То смечей говорит, вскрывайте это, и если нужно, отрезайте. Не бойтесь. Ну это возможно будут какие-то проверки. То есть через трудности, через преграды. Они могут повлиять на то, что может быть и откажетесь от этих отношений. Не знаю. То есть это может быть по-разному. Здесь показывается какая-то ситуация. Какой-то внешний фактор, который является преградой. Любая преграда, она не просто так появляется. Вот поэтому заранее думайте. Если столкнётесь с этим, для чего вы эту преграду притянули в свою жизнь. То есть она какой-то смысл несёт. Может быть это проверка. Может быть это показатель того, что у вас не так складывается в отношениях. На что нужно обратить внимание. Может быть мало уделяете внимания. И тут как раз какой-то внешний фактор показывает то, что может быть где-то забыл человека. Надо больше ему внимания уделять. Может быть не общаетесь так близко. Надо побольше коммуницировать, больше открываться. Здесь разные ситуации могут быть. Так, в профессиональной сфере что у вас? Здесь есть движение рыцарь огня. Профессиональная сфера меня радует. Прекрасно. Слава тебе Богу. Профессиональная сфера... Что мне показалось, что заяц пробежал в городе, да, возле моего дома заяц. Профессиональная сфера здесь говорит об императрице, про расширение. Знаете, такая вот уверенность, хороший доход, реализация своих каких-то желаний новых, каких-то новых идей. Прямо они найдут хорошую полудородную почву для того, чтобы взрасти и сил у вас будет, и желания, и позитива, и огонька. Все хорошо. В финансах. Финансы тоже такой мощный ресурс для вас. С финансами будут перемены. Хорошие, в принципе, но будут перемены. От вас будет зависеть. От вас будет зависеть, как вы поступите. Потому что здесь должно что-то завершиться. Какая-то трансформация должна произойти. По Аркану Суда это не случайная трансформация, такая достаточно кармическая, ту спиндакли на дне. От вас будет зависеть по магу, сможете ли вы решить эту задачу или нет. Но однозначно после Аркану Суда люди становятся абсолютно другими в своих суждениях, в своих ценностях. Здесь какие-то перемены будут происходить. Теоретически они в лучшую сторону. Но карту указывают здесь на какие-то новые идеи, новые взгляды по Луне. Они совсем понятные, не совсем ясные. То есть здесь придется пройти какой-то урок, который немножечко вас запутает. Если вы сможете выйти победителем, то ваша финансовая сторона, она изменится. Да, десятка пиндаклей. Изменится в лучшую сторону. От вас будет зависеть. У вас есть все силы, у вас есть ресурсы на то, чтобы решить это. Маг все это может. Поэтому не считайте, что когда вы столкнетесь с этим, что я как будто бы не могу. Нет. Вы все можете, у вас по идее должно, ну по крайней мере по плану, должно все получиться. Не получится, значит это вот где-то вы что-то не так сделали. И по здоровью, давайте посмотрю, в первой позиции я не посмотрела. Ну да ладно. Четверка Жезлов, Паш Кубков. Здесь со здоровьем хорошо. Здесь я говорю, вначале у нас вышло, у вас есть силы, из-за того, что у вас эмоционально такая позитивная наполненность, настрой. Потому что я говорила, в самом начале, дороги, дороги. все идет хорошо. Здесь у кого-то могут родиться девочки. Почему я сказала девочки? Мальчики подумала, девочки сказали, значит девочки, да. Рождение детей имела в виду. Здесь у кого-то идет рождение. Либо кто-то будет крестить ребенка. Эпизодично будет крещение. Неожиданное. Либо какая-то новость идет о рождении в семье, которую вы даже не знали, не предполагали. Вот что-то здесь неожиданное. Так, это у меня была вторая позиция. Вообще-то я в первой не говорила, но вот коль у меня мысль пришла, да, у меня есть на канале плейлист, который называется прогнозы. Посмотрите, там прогноз на весну. Вот, наверное, я ссылку не смогу везде выложить, да, потому что одна подсказка. Ну, все подсказки должны быть разные. Вот, но, наверное, выложу к первой позиции подсказку об этом раскладе. Если нет, сами поищите и посмотрите, и скажите мне потом, насколько у вас отыгралась весна. Для меня ваша обратная связь будет полезна, ну и вы посмотрите. То есть, если отыгралась весна, велика вероятность, что отыграется лето. Если не отыгралась весна, то, не знаю, есть вероятность, возможно, того, что и лето не отыграется. Кто его знает? Вы мне об этом напишите, поделитесь и расскажете. А мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку троечки. Привет, привет. До этого говорила двойкам о том, что у меня есть прогноз на весну в плейлисте прогнозы. Зайдите на главную страничку, либо в комментариях в описании к ролику есть ссылка на плейлисты. Выбираете плейлист прогнозы, и там есть прогноз на весну. Посмотрите и можете в комментариях мне написать, отыгралась или не отыгралась. Ладно, смотрим. Значит, первый вопрос. Общая энергия лета для троек. Ага, у вас будет такая же энергия, как у единичек. Либо единички перешли к тройкам, либо очень схожая энергия, потому что я вытащила тот же самый аркан. Тут сосудов. Тут энергия, знаете, она будет наполнена работой. То есть вы как будто бы получите летом результат своей работы. То вы доведете какую-то свою работу до ума. Здесь завершение. Это завершение результата, оно будет позитивное. Вам понравится. Вам понравится. Ту же жезлов. Новое начинание. Новое начинание, новые амбиции решите. Вообще, люди, прям замечательно. Лето у нас какое-то такое. Эгей-гей. Как на параде. Вот у меня идет такой, знаете, парад. Причем это не первомайский какой-то парад, когда все выходят, такие расслабленные. Ну, как раньше было там. Парад дружбы, как он там называется. А здесь как будто бы какой-то военный парад, знаете, как 9 мая. Вот такой у вас будет такая энергия. Позитивный человек, который хочет трудиться, человек, который хочет получать результатов. Они у него есть. Он воодушевлен. Он горит этим. Как это, знаете, здесь такое ощущение, как спасатель на море. Да, вот он на этой своей вышке стоит, высматривает людей. Вдруг неожиданно, где-то кто-то тонет. И вот он так бежит спасать. Да, и у него это получается. Он прям получает такое удовольствие, кайф от своей работы. Что-то такое. Здесь какая-то такая энергия. Она очень активная. Она яркая. Она позитивная. И она, главное, результативная. Вы видите результат своих трудов. Да, это не вот что-то такое там вдохновился. И когда я его получу, не знаю. Вот вы, хочется сказать, потрудились, как грузчик, который разовый какой-то. То есть пришел, разгрузил, получил за свою работу деньги и пошел дальше. Правда, у меня мысль была такая о том, что получил деньги, пошел, пропил. Нет, ну, я не думаю, что здесь вы будете пропивать. Но энергия такая, она классная. Такая, знаете, страстная, огненная, живая, живая. Это здорово. Здесь все прям жизнью пахнет. Как этот в мультике, да, Литучий Галадец. Фу-фу человеческим духом пахнет. Да, как бы я говорила. Вот здесь без фу-фу, но пахнет жизнью. Жизнью, которая бьет ключом. Жизнь, которая кипит. Прям, знаете, сталь такая огненная. Вот из которой надо что-то создавать. Вот такая вот у вас будет общая энергия. Мне нравится. Здесь много огня, много духа. Много духа, много силы. Силы воли. Прям вот даже если это физическая сила. Прям, знаете, такая выносливость, выдержка. Вот прям, ну, хорошая энергия. Ваш настрой на лето. Ну и ваш настрой, конечно же, по тузу мечей решительный, да. То есть вы, что у нас все в любовь ударились, двойка кубков летом, да. Ой, еще одна двойка кубков. Вот сейчас я помешаю, потому что у меня есть в колоде еще одна. У меня три двойки кубков в этой колоде. Ваш настрой на лето. Я настроена на любовь. На дружбу. Мир, любовь, жвачка, дружба. Мне хочется шутить на вашей позиции, да. Вот здесь много шуток, много шуток, прибоуток, юмора, веселья. Ваш настрой. Знаете, решительный, но решительный с хорошей точки зрения. Не то, что, знаете, кому-то там мстить, убивать. Нет, ни в коем случае. А здесь прям настрой на то, что на наслаждение, на удовольствие и на праздник. И на любовь. Причем, знаете, здесь любовь не будет романтической, если это для кого-то важно. Хотя мы посмотрим потом по сферам. Здесь любовь какая-то, она будет... Если кто-то познакомится летом, да, напишите мне, пожалуйста. Либо те, кто в отношениях. Здесь какие-то перемены идут в ваших отношениях. Ну, ключевая энергия здесь юмор. То ли вы познакомитесь с человеком, какой-то вот казус произойдет. Ну, какая-то ситуация, когда вам почему-то будет стыдно, но ваш партнер будет смеяться. Нет, смеяться над вами. А ситуация какая-то такая, ну, очень смешная. Но из-за того, что вы попадете в эту... Я не знаю, идете там по улице, например, и каблук поломали. И вот, не знаю, споткнулись, упали. Упали в лужу. И тут человек проходит. Ну, вроде бы и смешная сама по себе ситуация. Ну, потому что не каждый день каблук ломаешь. Да, еще и в этот, как его, в лужу угодило. И в белом платье. И вот такая вот... И не знаешь, и плакать, и смеяться, и злиться. И что делать? И вот проходит молодой человек. И вот смешно, конечно же, да. Но при этом он протягивает руку и говорит, давайте я вам помогу, девушка. Да, либо там что-то такое, когда вы со своей стороны, вы как будто бы злитесь. Ну, потому что это бьет как-то по вашему эго. И поэтому есть чувство вот этого вот стыда. Да, ну, блин, как я попала в такой вот просак. Ну, стыдно, неприятно. Но это будет смотреться со стороны очень мило. И поэтому человек, с которым здесь идет знакомство, он это воспринят, знаете... Вот у меня такое ощущение, что он как будто говорит, мне еще такие девушки никогда не попадались. Ну, допустим, это знаете, как еще может быть? Вот как-то вы случайно падаете на человека. Не то, что вы его с ног сшибаете, а как-то, знаете, столкнулись. Не знаю, то ли засмотрелись куда-то, и вот как-то врезались в человека. А человек здесь попадается с чувством юмора. И вот он может вам сказать такую фразу, то есть, как это... Не то, что к моим ногам так еще не падали, а как это... Со мной еще так не знакомились. Нет, как-то по-другому он говорит эту фразу. Типа, ну, я знаю, что я такой классный, но чтобы вот так за мной девушки бегали, да, такого еще не было. Вот что-то в таком роде, какое-то такое вот знакомство будет забавное. Вас это разозлит, почему в плане того, что... Блин, я вообще не хотела с тобой знакомиться. Ну, просто так случилось. А он... Ну, это будет действительно смешно. Смешно. Просто из-за того, что вы будете в неудобном каком-то таком положении, вас это как-то зацепит, будет раздражать. Но вот молодой человек... У меня идет врезалось. Вот почему-то врезалось, я не знаю. Ну, надеюсь, что это не авария какая-то будет, но не знаю. Может быть, он будет на велосипеде, а вы пешеход, и вот он как-то вас... Не то чтобы собьет, а вот чтобы избежать как-то столкновения, он упадет, и вы на него упадете. Вот что-то такое. Ну, то есть неожиданное и забавное. Поэтому ваш настрой на лето, он будет... Он будет позитивным, он будет дружеским. Он будет наполнен любви... Любви... Нет, не любви. Он будет наполнен здесь каким-то таким, знаете, флиртом. Флирт жизнью, флирт... Здесь нету страсти. Но здесь есть какое-то легкое заигрывание. Вот такая энергия будет. Она легкая, она не тяжелая. И такое ощущение, что вот с вами будут летом происходить какие-то ситуации, когда потом вы будете дома находиться и вспоминать о них, думать о них. Вы будете улыбаться, потому что, не знаю, здесь энергия, когда вы вспоминаете о том, что с вами случилось, но вспоминаете с улыбкой. Будьте внимательны, пожалуйста, с алкоголем, потому что мне здесь показывает то ли какая-то вечеринка, то ли, я не знаю, что. В общем, пришла к вам какая-то ваша подруга, то ли вы напились вместе, то ли куда-то пошли, в общем, выпили. И здесь такое вытащение, что, знаете, стали приставать к мужикам. Ну, потому что это самое. Когда баба выпившая, она вот именно баба, да? Не женщина, а баба. Я обычно так не выражаюсь, но вот здесь вот такое вот выражение. А выражение идет дальше. Краев не бачит. Я не знаю, украинский, но вот это вот прям такое уместно. И не то, что вам потом на следующий день как-то стыдно будет, хотя будет стыдно, но вот что-то такое вы сделаете, и вы будете об этом вспоминать с весельем. То есть как, как, ну вот как. То есть это прям вообще идет в разрез вашему характеру. Вы, не знаю, может быть, вы никогда не пьете. А потом, а в этот момент что-то случится. То есть здесь энергия, она такая, в общем. Я привела вам пример не для того, чтобы сказать, что вот так вот будет, но это примеры вашей энергии, вашего настроя, да? То есть с одной стороны, вы как будто бы принимаете решение, что все, я буду серьезно. Я буду прям такая жесткая, гром баба. Опять слово баба вышло, да? Заметьте. А по факту получается, ну такая милашка. Такая милашка. Вот. Будет очень много какая-то такая, знаете, слезливость в контексте чувствительности, да? Может быть здесь что-то с гормонами будет. И вот вроде бы такая накричала, как-то поругала, потом расплакалась. И вот, и плелись эти слезы, да? Что-то такое здесь будет. Интересный настрой. Интересный настрой на лето. Мне было бы интересно, если бы вы потом отписали. Хотя редко, когда такое делают люди. На что вам нужно обратить внимание? На какие-то идеи, которые зародились в вашем прошлом. То есть обратите внимание, возможно, какие-то воспоминания из прошлого, они поспособствуют вашему будущему. Что я имею в виду? Вы знаете, какой-то проект, может быть, был оставлен в прошлом, и в нем есть зерно, не знаю, какой-то рационализм, зерно чего-то такого позитивного. Может быть, что-то вы вспомните, когда какие-то мечты у вас были, что ли. И вернетесь к этому, и это будет хорошо. То есть здесь вот об этом. Обратите внимание, что-то связанное с прошлым. И может быть, что-то в прошлом вы искали, какие-то ответы, сейчас вы на них найдете, и это будет хорошо. Это будет как-то вот полезно. Что здесь с этим прошлым? Может быть, какая-то поездка в прошлое, может быть, какая-то идея о перемене, и как-то вот, ну, не время было, а сейчас, сейчас время. Ну, то есть здесь всплывет какая-то ситуация из прошлого, когда вы не действовали, ну, то есть вы оставили это. Это задумка, я не знаю, что это. Сейчас она всплывет, и она будет во благо. Вы сможете сейчас ее реализовать, если не будете проявлять свой эгоизм и не будете бояться. Может быть, опять-таки, знаете, вот как в контексте проверки, да, то есть тогда вы были не готовы, сейчас, по сути, вы готовы, но вам нужно самостоятельно увидеть, что вы готовы к этому. Потому что, опять-таки, вас будут одолевать какие-то страхи из прошлого, но сейчас как будто бы это может решиться. Это может быть какой-то сценарий, связан с вашей самооценкой, неуверенностью в подростковом возрасте. Может быть, сценарий как-то связан либо с вашей сексуальностью, либо, ну, то есть он с подросткового возраста идет. И вот сейчас как будто бы возможность это исправить, исцелить. Надо на это обратить внимание. Либо что-то, если это не сценарий, какая-то глубоко забытая идея, которая имеет место на реализацию. То есть она может реализоваться, но причиной может послужить ваш характер. Обратите на это внимание. Хорошо, какие позитивные моменты вас порадуют летом? Дьявол вас порадует. Эту спиндакли вас порадует. Это же хорошо. Пашпиндакли вас порадует. Порадует какие-то новые предложения, новые начинания. Деньги вас порадуют. Здесь будут деньги. Здесь будут какие-то деньги и связи. Вот это вот вас очень-очень порадует. Предложения, начинания. Секс, в том числе, для кого это актуально? Да, он тоже станет какой-то более качественный, что ли, более земной, без каких-либо экспериментов, но при этом тот, который вам придает силы. То есть не тот секс, после которого голова болит и вообще ничего не хочу видеть, а наоборот, который дает вам жизненную энергию. То есть здесь вы почувствуете силу, страсть. Причем эта энергия, она притягивает деньги. Либо вы как-то страстно будете желать иметь деньги. И вот на эту страсть, да, как будто бы к вам приходят, приходят эти деньги. Но это что-то такое новое. Может быть, себе раскроете какой-то новый потенциал. Если я сказала про секс, это не случайно. Здесь, может быть, вы раскроете как-то свою сексуальность как женщина и разрешите себе больше иметь. То есть ваши желания, они будут к вам возвращаться в контексте финансов, в контексте подарков, как-то вот какие-то возможности. То есть вот именно завязка сексуальной энергии, финансов и подарков, вот изобилия, вот это вот все связано. И летом вы это увидите. То есть вот как-то что-то делая в одном направлении, да, у вас как-то вот в других направлениях, о которых я озвучила, будет что-то меняться в позитивное русло. То есть, допустим, вы становитесь более раскрепощенной, да, более не вульгарной, а, знаете, вот уверенность, уверенность такая, женский сексапиль. То есть женщина ухоженная, красивая, которая идет, и вот она раскрепощена, нет зажимов. И от нее вот эта вот энергия излучается. И этой женщине, когда на нее смотришь, вот ей хочется, я не знаю, делать комплименты, и хочется как-то обратить ее внимание на себя. То есть она вот, знаете, настолько богатая, богатая не в финансах, а вот этой энергетике. И эту энергию хочется получать. И ты понимаешь, что, ну, просто так ты ее не получишь. Надо что-то сделать, да, надо какие-то подарки дарить, как-то внимание оказывать, вводить. Ну, то есть она дорогая, она дорогая, женщина эта. И вот эта вот энергия дорогой женщины, она и притягивает какие-то, я не знаю, предложения не к сексу, а предложения на работу, которая будет денежной. То есть вот как будто бы такую женщину не приглашаешь как секретаршу, а на какую-то вот руководящую должность, да, то есть в ней чувствуется какой-то внутренний стержень, харизма. Либо эту женщину приглашает на какие-то, ну, то есть она не просто менеджер, а на какой-нибудь там топ-менеджер, да, которому умеет вести переговоры, и при этом она очень презентабельно выглядит. Здесь не вопрос красоты, еще раз скажу, а вопрос энергетики, что люди, партнеры хотят с ней, именно с ней договариваться, то есть именно ей доверяют. То есть чувствуется вот эта вот какая-то внутренняя сила и харизма. Так, что может вас огорчить? Огорчить. Огорчить вас может то, сколько энергии вы будете тратить на то, чтобы кому-то что-то доказать. Огорчить вас может то, что мирным путем как будто бы невозможно разрулить какую-то ситуацию. Либо эта ситуация будет конфликтная, либо я не знаю что, то есть как бы вы здесь не старались мирным путем, не получится. То есть вы вроде бы как-то ограждаете себя от каких-то конфликтов, от каких-то напоров, но здесь мечевая вот эта вот энергия по рыцарю мечей, она присутствует. Какая-то, знаете, напористость, как-то уколоть человека, да, бескомпромиссность, желание получить что-то свое. Но это не вы, это вашу сторону. И вас это будет огорчать. То есть что как-то вот не получится, не получится по-другому. Почему обязательно я должна конфликтовать? Вот здесь вот эта вот конфликтность присутствует. Для чего? Для того, чтобы что-то прояснить. Да, чтобы прояснить здесь, причем это может прояснение, иметь отношение как к вашей семье, так и к деньгам. То есть вы вроде бы закрываете, и знаете, это как может быть. Например, дали кому-то в долг, и человек вам не возвращает. И вы понимаете, что это какой-то родственник. И если я попрошу, я не знаю, кроме того, что отношение как-то с этим человеком испортится, как-то это повлияет, допустим, на мое имя, на мою репутацию в семье. И вы понимаете, что я уже и пожалел, что в долг дал, ну не надо было. Теперь вот как-то и сумма большая вроде бы вернуть надо, да? И человек сам не понимает. И приходится ему говорить, а как-то вот по-другому. Я понимаю, что если я попрошу, это приведет к конфликту. То есть там последствия будут какие-то серьезные. И вот это вот вас огорчает, что человек как будто бы сам, он понимает, нет, чтобы он не понимает. Но почему он так поступает, вы не можете понять его причину. То есть по Луне не совсем вам понятно мотив этого человека. Ну то есть ты же взял долг, верни, надо обязательно мне что-то просить обратно, да? Ну как-то не совсем по-взрослому, да? Вот здесь какие-то такие моменты. То есть вынужденные, и вас это огорчает. Потому что это не просто там какой-то сторонний человек, да? Поругался и все, и забыл. Нет, здесь есть какие-то последствия. Эти последствия, они неприятные. То есть вас как будто бы вынуждают поступать так, как вы не хотели бы. Вот это вот. То есть вы себе говорите, что ну можно же этого избежать. Вот почему? Почему так это происходит? А происходит это как раз для того, чтобы эта ситуация прояснилась, и чтобы вы сделали определенные выводы. чтобы вы сделали определенные выводы. То есть здесь больше как урок какой-то для вас, чтобы вы понимали свои собственные ошибки. Либо здесь нужно увидеть какую-то правду. То, чего вы не видите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? Чего вам нужно избегать? Избегайте каких-то странных, странных поступков, странные поступки, какие-то болезненные поступки, разрушительные поступки. Знаете, хочется сказать, избегайте те моменты, которые разрушают вас самих. Когда вы бездействуете, когда вы как-то отдаляете, закрываете, ищете ответы как-то для себя. Это какая-то интровертность, но она не в плюс, а в минус. А знаешь, как это может быть? Опять же, в контексте того, что я говорила, какой-то конфликт, и вот вы вместо того, чтобы потом прояснили ситуацию, сделать какие-то выводы, дальше идти, вы как будто бы останавливаетесь и грузитесь этой ситуацией, и закрываетесь. И какой-то период вы выпадаете из своего ресурсного состояния. Вот так вот делать не нужно, здесь говорится. Не надо грузиться теми. То есть случилось-случилось, отпустите, потому что если вы не отпускаете, вы продолжаете находиться и увеличивать вот эту вот негативную энергию. Здесь очень много мечовости у вас. В принципе, тройкам это свойственно, но вот именно вот этой агрессивной энергии, потому что вы всегда выходите у меня по аркану справедливости, то есть борцы такие, люди, которые не удовлетворены несправедливостью мира, претензии, то есть здесь с претензиями, поэтому к вам такие люди и притягиваются. Но в данном случае здесь говорится о том, что вот именно вот эти вот претензии, они идут как проверки для вас, как уроки для чего? Для того, чтобы вы разрушили эти шаблоны. То есть претензии, они основываются на каких-то убеждениях. Вы это должны разрушить. Поэтому разрушайте, но при этом не разрушайте себя. Вот об этом здесь идет речь. Вам нужно избегать, то, что когда вы закрываете в себе, вы начинаете там надумывать что-то, накручивать. Долгое время ищите какой-то, я не знаю, ключи, решения к задаче. Вы как-то выпадаете из реальности. И вместо того, чтобы найти ответы на вопросы, вы больше зависаете. То есть там включаются какие-то другие сценарии, но не очень хорошие. Знаешь, как одна цепочка негативная ведет к другим каким-то моментам. Что-то здесь такое. Не делайте это. К чему вам нужно стремиться? К умеренности. К спокойствию, знаете, такой спокойной жизни. Идти в новое. Медленно, спокойно, размеренно, никуда не торопиться, шаг за шагом. Чем-то новым интересоваться, узнавать. Здесь движение. Но движение без скорости. То есть не торопимся. Идем в новое. Но обязательно это движение, оно должно быть в новое. Новые какие-то ответы на вопросы. Новые вопросы. Вот для вас вот это вот движение, это жизнь, она важна. Но дело здесь нужно по умеренности. Не спешить никуда. Быть вот в таком балансе. Почему это важно? Потому что в этом балансе вы сможете услышать свой внутренний зов, зов своей души, куда она вас направляет. То есть, скорее всего, если вы не внутри себя, а находитесь как-то вовне, вы упускаете внутренний голос, который вам подсказывает, да, как навигатор, куда вам нужно двигаться. Поэтому умеренность вам здесь необходима, жизненно необходима, она как навигатор. Она вас ведет туда, куда нужно. А аркан мира здесь говорит о том, что нужно совершать один шаг за раз, не торопиться. Потому что вы очень быстро выгораете, вам это делать не нужно. Да, вот. И Верховная Жрица тоже это подтверждает и говорит, надо в балансе. Почему, знаете, сделали один шаг, послушайте, отклик внутри есть, да, нету. Нету, нету, да, шагнули. Возвращаемся назад. Делаем еще один шаг. Делаешь шаг, есть отклик, да. Ага, теперь вот неправильно. То есть здесь как будто бы движение, оно должно быть в балансе со своей интуицией, не от головы, а именно в балансе как-то со своей интуицией. Здесь очень важна вам тишина. Аркан умеренности, да, говорит про тишину. А вот Верховная Жрица говорит про внутренний баланс, про тишину, про спокойствие. Человек, который не бежит. Вот у меня Верховная Жрица, она знаете, с чем ассоциируется? В ведах есть образ мужчины и женщины. То есть мужчина ассоциируется с жеребцом, да, который вот наполнил сил, да, вот он бежит. А женщина, она ассоциируется с коровой. Такая, знаете, вот плодородная, у которой вымя наполненное молоком. Вот она такая, знаете, она размеренная, она никуда не спешит. Она ест на лужайке свою вот эту вот травку, мягкая, гибкая, покладистая, добрая, отзывчивая. Причем коровка вот с такими ресничками, да. И суть в чем заключается, что когда один из образов не проигрывает свою роль, это кажется очень смешно. И вот эти вот образы, они не случайны, они помогают нам вообще, метафоры помогают понять очень многое в жизни, да, кроме того, что мы идем в обход нашего сознания непосредственно на бессознательное. Кто за мной долго наблюдает, знает, что я очень часто использую образы, вот. Это в Эриксоновском гипнозе используется как речевой гипноз образы. Так вот, суть здесь в чем заключается, почему у меня ассоциируется верховная жилица с коровой? С тем, что когда вы находитесь в балансе, да, то есть когда корова в своей природе, она медленно идет, да, как правило, она даже еще никуда и не двигается, зачем ей куда-то двигаться, да, то есть надо, меня приведут, да, там, не знаю, на пастбище, либо приведут мне то, что мне нужно, мне самой никуда не надо идти. Когда женщина начинает проигрывать мне свою роль, это знаете, как выглядит? Представьте эту корову с полным выменем молока, когда она начинает нестись, как жеребец, когда она начинает выполнять мужскую работу. Эта картина ужасная, бегущая корова с выменем, которая туда-сюда мотается, поскольку она наполнена молоком, вот это вот молоко везде расплескивается, это совсем не сексуально, это очень-очень страшная картина. И вот здесь вот верховная жрица, поэтому она с этим образом и ассоциируется, да, то есть человек, который выполняет, проигрывает свою роль, который никуда не стремится, вот то, что мне нужно, оно ко мне придет. Я почувствую, если мне не хватает травы, да, я сделаю 2-3 шага вперед, только для того, чтобы поесть траву, мне больше ничего не надо, не в контексте ограничения, а в контексте все, что мне нужно, оно само ко мне придет. Но когда мы начинаем выполнять мужскую роль, да, роль мужчины, жеребец, он должен быть в движении, потому что жеребцы, наоборот, которые стоят на пастбище, они некрасивы. Представьте арабского скакуна, для того, чтобы посмотреть его красоту, он должен быть в динамике, он должен бежать, да, тогда вот красиво переливается его вот эта кожа, если он еще начесанный, это очень-очень красивое зрелище, когда он бежит, он показывает свою силу, он показывает свою мощь, да, ты начинаешь восхищаться, то есть мужчина в действии, в поступках, женщина в принятии. Так вот здесь, вот этот как раз ки образ, он говорит, когда корова начинает бежать, как жеребец, она становится убогой, она прекращает быть красивой, притягательной. Значит, так же, как и мужчина, который должен быть в динамике, должен совершать какие-то поступки, действия, он останавливается и превращается в вот эту вот пазбищенскую корову, он становится толстым, неповоротливым и некрасивым, поэтому каждый должен выполнять свою роль. Здесь суть заключается как раз-таки в этом, к чему вам нужно стремиться. Нужно стремиться быть коровой, ну, потому что я знаю, что меня женщины смотрят. Еще раз скажу, подумайте с точки зрения философии, насколько это праведное восприятие, отдающее, отдающее молоко, благость, кормит своих жеребцов, телят. Вот. Так, ладно, и теперь мы посмотрим коротко по сферам в личной жизни, что тройка кубков, прекрасно, тройка кубков, двойка мечей, десятка колеса фортуны. Смотрите, здесь в личной жизни у вас грядут перемены. Независимо от того, ищете вы, не ищете, в отношениях, в семейных, неважно. Здесь идут перемены. Перемены идут в какую сторону, в лучшую сторону, потому что начиная с тройки кубков, а пришли к королю кубков. Перемены идут в позитивном. Позитивное русло, если вы настроитесь, фокусируетесь на эти перемены, то они к вам придут. Придет король кубков, придет любовь, для кого она нужна. То есть, если это отношения, значит, отношения придут. Если вы уже находитесь в отношениях, то у вас было все хорошо, а станет еще лучше. Если вы в семье, в семейных отношениях, то здесь будет именно какая-то, знаете, эмоциональная близость, преданность, верность, теплота, понимание, когда люди, знаете, разговаривают глазами. не знаю, почему мне так идет, ну, то есть, понимание не на уровне вербальное, а на невербальном уровне. То есть, вы очень хорошо чувствуете друг друга. По крайней мере, вот к этому идут, когда перемены в лучшую сторону. Да, плюс ко всему еще король Пендакли стабильный. Стабильное такое вот состояние удовлетворения, психологического комфорта и эмоционального комфорта. Здесь про это. Если кто-то ищет, то здесь вот хорошее отношение, да, то есть, хороший человек идет, да, человек для стабильных отношений идет. Такой, кто ищет, да, здесь так будет. Так, профессиональная сфера. Что вас ждет? Тройка мечей, шестерка Пендакли, аркан влюбленных, да, здесь какие-то тоже перемены, да, только если в личной жизни хорошие будут перемены, а здесь какую сторону, что вам здесь? Здесь надо подумать. Здесь вам нужно подумать в профессиональной сфере, потому что есть какое-то неудовлетворение в профессиональной сфере. Не совсем получается так выстроить отношения с вашими клиентами, либо с людьми, с коллегами. То есть здесь какие-то проблемы, которые заставят вас задуматься о том, что не так, как это можно изменить. Здесь, возможно, многие пойдут на новую работу. Либо мысли идут об этом, да, о перемене работы. От вас зависит, хотите вы или нет. Давайте посмотрим, есть ли те, кто ищет, если. Здесь будет сложно устроиться по своим способностям, да, на работу. Либо работа будет, но по способностям, по своей специализации, навыкам, но малооплачиваемо. Будут предложения, скорее всего, из прошлого, либо вернуться как-то на прошлую работу. Но здесь разные варианты будут, я сейчас не буду это рассматривать. В принципе, не стоит такая задача. Так, в деньгах, ну, в профессии тоже перемены, в деньгах что? в деньгах, в деньгах все сухо. Все сухо. Знаете, какой-то бы вам лично хватает, но на что-то большее нет. Вы будете искать какие-то возможности для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Но у меня такое ощущение, что вот вам как-то и не очень-то и хочется. Почему? Потому что здесь такое чувство, что вот если вы женщина, например, да, то, предположим, замужем, то на свои какие-то нужны, там, не знаю, маникюр, педикюр, какая-нибудь там, косметика, одежда, у вас это хватает. А на что-то большее, там, не знаю, как-то помочь мужу или еще что-то нет. Но у вас как будто бы есть такое ощущение, что то, о чем мы говорили, да, здесь мы говорили, в этой позиции, да, про коровку. Почему корова должна бегать и работать, да, то есть где-то глубоко внутри вас есть вот это правильное понимание в контексте того, что если я вышла замуж, да, то почему я должна так много работать, да, то есть почему меня не может обеспечивать мой мужчина. И в принципе, здесь это правильное понимание, оно пришло в связи с тем, что человек устал. Здесь присутствует усталость и чувство женщины, что я хочу отдохнуть, я хочу побыть немножко женщиной. Почему? Потому что все знаем, да, и работа, и дети, и дом, это все совмещать, а мужчина только, допустим, работает на одной работе. А женщина получается, что она и работает, и дом содержит, но это сложно. Это сложно. Понятно, если, допустим, вы без мужа, это другой вопрос, но если вы в семье, то здесь вот усталость, и у вас правильное понимание того, что я хочу только зарабатывать на себя, если есть какие-то необходимости, то пускай ответственность это унесет за себя мужчина, да, чтобы обеспечивать меня и семью. Почему я должна много работать? Здесь правильное какое-то отношение. Если все же вы в одиночку тащите все, и у вас проблемы с финансами, то есть я имею ввиду без мужа воспитываете детей, карты здесь говорят о том, что не беспокойтесь, вы найдетесь, как только вы наполнитесь, здесь не то, что вы найдете финансы, финансы есть, но как только вы восстановитесь энергетически, наполнитесь силами, почувствуете праздник в своей жизни, деньги придут, деньги к вам приходят на ваше состояние, но в данном случае пятерка мечей говорит о том, что ваше состояние, оно немножко с претензиями, то есть, а претензия почему? Опять же таки, потому что присутствует вот эта усталость, прекратите быть усталой женщиной, сделайте больше акцент на свою энергетическую наполненность, удовлетворение от жизни, сменить все свои претензии, которые вы имеете к миру, который вам как будто бы не дает то, что вам нужно, либо вы не можете найти то, что вам нужно, да, вот в финансовой стороне вопроса, хочется сказать, наполнитесь, успокойтесь, превратитесь вот в эту спокойную коровку на лугу, которая ест трапки, я уже предвкушаю комментарии, которые мне будут писать о том, что Элень, мне понравился ваш образ с коровкой, ну, кто-то будет смеяться, это классно, это здорово, суть здесь заключается в том, что успокойтесь, как только вы успокоитесь, деньги к вам придут, вы сможете заметить, просто в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, измотанности и усталости, а поскольку устало, это еще и идет вот какое-то неудовлетворение, претензии к самой себе, требованиям, ну, в общем, одно за другим, и оно не приводит ни к чему хорошему, поэтому здесь говорят, смените свою психологию, смените свой настрой, получите удовольствие, возможно, хороший секс, я не знаю, почему я тройкам говорю про секс, вот понятия не имею, получите удовлетворение и финансы наладятся, да, они придут, просто они не приходят, потому что есть какой-то шаблон, который не пускает эти финансы в вашу жизнь, и шаблоны связан с претензиями, да, то есть у вас очень много претензий к себе, к другим, поэтому зеркало мира вам и отражает эту претензиозность, вот такой у меня был расклад большой, я даже смотреть не хочу, сколько у меня вышел по времени, насколько вышел, вышел, да, просто такое настроение было, благодарю вас всех за внимание, хочу пожелать всем отличного лета, не пропустите завтра анонс в разделе сообщества по поводу новой акции, акции месяца, да, и кто не подписался на мой телеграм-канал, подписывайтесь, ссылка есть в описании к этому раскладу, под названием мои услуги, нажимайте туда и увидите ссылку на телеграм-канал, а я с вами прощаюсь, всего вам самого наилучшего, отличного, счастливого, счастливого, еще раз скажу, счастливого всем нам летом, всем пока-пока.